Ну что же, Андрей Андреевич, смотрите, как ситуация складывается. Ну, мы с разным сторон слышим инвективы, разные упрёки и даже, ну что ли, раздражительные такие отклики о том, что Украина неблагодарна, с Украиной проблемы. Это не только касается Бена Уоллеса, бывшего теперь уже министра обороны Великобритании. Там скорее был невинный такой тезис. Из Польши кое-что звучало, и в Америке разные полуанонимные источники об этом сообщали. Но фоном этого всего, на мой взгляд, поправьте меня, если это не так, ровно поэтому я вынес это в заголовок, и мы согласились, что в этом есть какое-то основание. Это долгая война, раз, в сочетании с необходимостью её заканчивать, и раз её нельзя заканчивать военным путём, вот пытаются таким образом принудить к переговорам. Я просто хочу сказать, что глупо закрывать на это глаза, глупо не обсуждать этого, а разговаривать как посредством Дадзебау. Мы видим, что на Западе крепнет позиция того, что Украина, ну раз и может, то значит, соответственно, военным путём добиться результатов. То типа давайте, давайте идти на какой-то вариант переговоров. При том, что правильные слова потом официально говорятся, но неофициально звучит всё. Вот, например, Блинкин, кстати, вчера заявил о том, что с Москвой нельзя договариваться, она недоговороспособна. То есть, он-то говорит со своих позиций, то есть, надо воевать. Но есть и другие голоса. Есть и другие голоса, отрицать это глупо, и они как раз звучат в унисон с призывами из Москвы. То мы-то готовы, мол, а вот Киев и его хозяева на это не идут, на перемирие и переговоры и так далее. Вы связываете вот это вот напряжение, которое идёт с Запада, оно в виде вот этих вот упрёков каких-то, а на самом деле причина именно в этом, что ребята дорогие, что мы как бы устали, нам надо всё заканчивать. Ну, упрёки – это как бы аранжировка вот этого давления. Ну, да, да, да. Ну, вы знаете, если взять видео, ну, публикации американской, прежде всего, прессы, то 90% её – это подобный нарратив. Уже 90%, вы считаете? Примерно такой. Ну, вот сегодня, сам рекомендую даже ознакомиться, CNN – такая фундаментальная статья на эту тему. Причём очень интересна фактура, CNN сообщает, что они беседовали с шестью, у них источниками были шесть членов Конгресса, они их и не инфицируют, которые присутствовали на закрытых слушаниях, где Конгресс информировали разведательные службы. Ну, видимо, ЦРУ господина Бёрдса. И все они, они как бы, во-первых, эти конгрессмены, как бы дистанцируются просто без своей оценки и залагают содержание того брифинга, который получили. Но брифинг абсолютно одинаковый, что контрнаступление не оправдывает тех надежд, которые они будут, ничего существенно достигнуть не удастся до конца сезона, до начала уже дождей распутятся. Ну, и нужно переговариваться и так далее, что оказывается, фактически оказывается и ясно, что это исходило от Бёрдса. А что касается, это что касается медиа, а что касается администрации внутри, вот очень хорошо, что вы упомянули Блинкена, сразу я могу о сути ситуации. Ну, я в последнее время эту ситуацию обсуждаю с очень многими американскими друзьями, хорошо погруженными в неё. Уж единодушное мнение наблюдателей, что позиции Блинкена резко ослабли внутри администрации. Так. Бёрнс и Селиван, ну, после чего монополизировали влияние на дедушку Байдена. И вот их, ну, понимаете, надо отдать должное честности этих людей. Ну, мы же помним, мы же два года это анализируем, мы помним тот водораздел, который обозначился ещё в самые первые недели войны. На вопрос о целях Соединённых Штатов в этой войне Блинкен и Остин отъезжали очень чётко в Киеве, я помню, 24 мая был визит их прошлого года. Это цель войны – победа Украины, ослабление России до такой степени, чтобы она никогда более не могла повторить подобные агрессии. На следующий день господин Селиван сформулировал свой ответ на этот вопрос, который он повторял чуть ли не каждый день. Наша цель – не поражение Украины. Ну, не поражение Украины, это означает и не поражение России, это означает та самая почётная ничья. И надо отдать должное, он последовательно придерживался этой концепции. Да, она включает не поражение Украины. Ну, естественно, то поражение Украины, которое тоже ЦРУ, между прочим, предсказывало перед войной, первые дни войны, что потеря Киева в течение 7 дней – это, естественно, стала бы катастрофой для Соединённых Штатов геополитической громадного масштаба. Путин просто в ореоле этой победы встал бы на границе Балтии и Польши, размахивая свои ядерные… Повторил этот знаменитый ультиматум – собирайте монатки, убирайте слон. От этого позора Запад, и я не знаю, как бы реагировал Запад на этот ультиматум, и сейчас он в недостаточно сробленном состоянии, а что было год назад. От этого позора Запад Украины уже спасла, не поражение Украины – это бесспорно, это не результат желания господина Соливана, а результат героического сопротивления Украины. И на каждом этапе, в общем, предоставления какого-то нового технологического пакета оружия, эта борьба продолжалась между Соливаном и Блинкиным. Наши друзья настаивали, в конце концов, и были переданы и Гаубец, и Хаймерс, и Танки, и Петриотс. А вот последний рубеж самолета F-16 и это, тоже как бы политическое решение принято, мы слышали и на Рамштанах везде, но это последний рубеж, где Соливан и Берн стали стеной, но потому что все правят, что это оружие победы, это оружие победы, и они против победы Украины. У них есть твердая концепция. Ну, как они аргументировали эту свою позицию? Долгое время излюбленный тезис был «не будем провоцировать Путин, он там способен на ядерную авантюру» и так далее. Сейчас это уже не произносится, все прекрасно понимают, что типичный разговор от массы собеседников американских, в том числе и поддерживающих Соливана и Бернса, я слышал, но если этот человек не мог отдать приказ убить Пригожина, потому что этот приказ не был выполнен, как он отдаст приказ о нанесении ядерного удара. Сейчас другой мотив. Оба они исходят из такой концепции, и она была озвучена, ну, я не могу забегать вперед, об этом мы обязательно поговорим, в так называемом втором треке переговоров, который проводится совершенно четко с Соединенными Штатами. Позиция такая, что нам нужна сильная Россия, продолжающая являться геополитическим субъектом, ну, видимо, в их концепции как-то связанных с Китаем, поэтому мы, Соединенные Штаты, не заинтересованы в разгромном, унизительном поражении России, ну, во-первых, потому что нам нужна эта Россия на мировой арене, как субъект, а во-вторых, такая победа приведет к потере власти не только Путина, а всей правящей, так называемой, элитой, и дальше начинается обычная калка «Русская смута», «Гражданская война» на территории, там, 17-13, 11-14 поясов и так далее. Вот, произошло два знаменательных события, которые эту дискуссию обострили, и она нарастает. Вот, забегая вперед, поделюсь тем, что я открыл для себя буквально за пять минут до эфира. Эта борьба уже вошла на странице Википедии. Я сегодня хотел уточнить личные данные Ричарда Хааса. Это знаменитый человек, 20 лет он был до недавнего времени президентом американского вот этого «Cancel for Foreign Affairs». Он вместе с Грэмом участвовал вот в этих Second Trade переговорах. В Москве? Да, нет, начал в Нью-Йорке. Начал в Нью-Йорке. Ну, когда они встречались с Лавровым на ООН, да. Да-да-да, сейчас я до этого дойду. Столько событий надо рассказать, просто извините. Так вот, эти переговоры очень резко оцениваются в Википедии как предательство за спиной Украины. И то, что они вызвали, это Википедия пишет, это серьезное издание. Они вызвали раскол в американско-дипломатических и политических кругах. А в частности цитируется Макфол, резко мы стопили же против.